Пришел в себя. Ситуация на окружном рынке труда стабилизировалась. Сегодня предложение рабочих мест превышает спрос в два с половиной раза. В нашем же городе количество трудоустроенных, которые находятся под риском сокращения, сократилось на сто. Дмитрий Круковец продолжит. Ситуация на региональном рынке труда сегодня более-менее стабилизировалась. Количество безработных во всем округе на 1 апреля чуть более 4600 человек. При этом количество заявленных мест для трудоустройства, которое зафиксировано в службах занятости, почти 12 с половиной тысяч. Считайте, предложение превышает спрос в два с половиной раза. Прошу в целях недопущения напряженности на рынке труда и роста безработицы заранее реагировать на соответствующие заявки работодателей, предугадывать их появление. Это вполне возможно в каждом конкретном муниципалитете. И своевременно готовить совместные мероприятия для трудоустройства тех, кто может попасть под сокращение. Сегодня самые востребованные профессии в Югре рабочие. Например, водителей во всем округе нужно почти 300. Минимальная зарплата при этом для них 13 тысяч рублей. Максимальная доходит до 100. В список наиболее нужных также попали электромонтеры, плотники, штукатуры, воспитатели, массажисты, буровые мастера. Все же, согласно данным Сургутского центра занятости населения, работодатели подали списки на высвобождение примерно 500 рабочих мест. За два месяца, кстати, количество трудящихся под риском сокращения сократилось на сотню. Впрочем, здесь по-прежнему и муниципальные предприятия, и градообразующие небольшие компании. Если это массовое или крупное, так скажем, большое количество граждан, которые подлежат высвобождению, предлагается совместный план мероприятий между центром занятости, администрацией города или района и предприятиями, которые предусматривают оказание услуг до момента высвобождения данных граждан. Это консультации, переобучение на востребованные специальности, поиск рабочего места, хотя бы временного. В условиях непростых экономических реалий власти стараются поддержать и бизнес, особенно социальный. Во время визита в Сургут Наталья Комарова поручила администрации города рассмотреть возможность компенсации части арендной платы для общественно ориентированных предпринимателей. Например, частный садик «Гулливер» пока единственный в Сургуте, у которого есть лицензия на образовательную деятельность, тратит на аренду около миллиона в месяц. Откуда брать эти деньги? Конечно, из стоимости посещения учреждения ребенком. Мы понимаем, что сегодня в связи с кризисной ситуацией в первую очередь, наверное, пострадают у нас предприниматели, которых мы расцениваем как социально ориентированные, но обещать, что ставка будет снижена до нуля для всех, я вам не гарантирую. Отдельной строкой стоит вопрос задержек выплат заработной платы. На первом месте в антирейтинге денежных долгов в Югре стоят организации строительные. Следом идут транспорт, связь и добывающая промышленность. Фиксируя нарушения в трудовой инспекции, специалисты требуют выплатить деньги людям в течение 15 дней или 3 месяцев, если у организации есть объективные финансовые сложности. Если руководителю и 90 дней мало, о проблемах предприятия узнают контрольные инстанции и губернатор. Здесь уже предупреждением не отделаться. Дмитрий Круковец, Дарья Давыдова, Сургут, Интерновости.